Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, вопрос 1931, 7 том. Если ложь любая от дьявола, то почему ей пользовались святые? Ответ. Так были они научены теми, кто был еще святее их, и был их учителем. Учились не от Бога и Слова Его, а друг от друга. И целью было не исполнять точно во всем волю Божью, а волю настоятеля. Главное было стать иноком. А далее все ниже того. Монашество – вот цель прихода Христа на землю, и всего мироздания, и всего творения. Такое создаётся впечатление при чтении житий святых. Главное целомудрие – бисердевство, постричься и удостоиться бытиноком, и сохраниться в монастыре или в норе от разращающегося мира. Само основание монашества построено на лжи, потому что так сумели оскопить слова Христа о благовестии миру. Матфея 10, 16. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Лука 10, 3. Идите, я посылаю вас, как агонцев среди волков. Примеры из житий святых Епифаний, 12 мая «Зачем пришёл сюда сын мой?» – спросил Палуеве святой. Последний отвечал – «Пришёл посетить вашу святость». «Ты, чадо, пришёл», – возразил ему прозорливец. «Соглядать тать моё ничтожество. Здесь ли я? Не утавай от меня, приказанно тебе, ибо грех говорить ложь. Скажи истину, потому что Бог посреди нас. Будь действительно служителем истины». Аполлинария, 5 января Ей явился во сне ангел и повелел идти в скит, именоваться Дорофеем. Старец, приведя её в скит, отвёл ей келью, не зная о том, что она женщина, и считая её скопцом. Бог не открыл ему этой тайны для того, чтобы впоследствии все получили от того большую пользу для славы его святого имени. На вопрос же Макария, как её зовут, она отвечала – «Имя моё Дорофей. Слыша о пребывающих здесь святых отцах, я пришёл сюда пожить с ними, если только кажусь этого достойным». То есть соврала. Ефрасия, дева, 19 января После мучений святую Ефрасию отдали для осквернения одному варвару, который взял её, привёл в свой дом. Святая непрестанно молилась при чистому жениху своему, Христу Господу, дабы он сохранил её невредимую. И вот, когда нечестивый варвар привёл святую в спальную комнату, Ефрасия стала просить его, чтобы подождал недолгое время, обещая дать ему некоторые чудодейственные растения. «Если ты всегда будешь носить при себе это растение», – говорила она, – «то никакое неприятельское оружие не коснётся тебя». Святая говорила так, представляя себя как бы волшебницей. Но варвар сказал ей, – «Ты после дашь мне это растение». Мудрая отвечала, – «Растение-то не может быть взято руками женщины, но только непричастное браку девы может взять его. Если оно будет взято, а не девою, то оно не будет иметь никакой силы». Тогда варвар согласился не трогать Ефрасии, пока она не сорвёт ему названного растения. Придя в сад и найдя там какое-то растение, святая набрала его и показала варвару. Последний спросил её, – «Как я узнаю, правда ли это, что ты говоришь мне?». В ответ на это Ефрасия положила сорванное растение на свою шею и сказала ему, – «Возьми острый меч, замахнись обеими руками и ударь меня по шее, насколько можешь сильно, и тогда ты увидишь, что твой меч нисколько не повредит мне». Варвар, поверив словам святой, взял меч и, замахнувшись, весьма сильно ударил и отсёк честную голову святой Ефрасии, и она упала мёртвую. Увидав, что он осмеян святую, варвар стал скрежетать зубами своими. Мудрая же дева отошла неосквернённую к своему жениху Христу, оставив на образец сохранения целомудрия, ибо она предпочла лучше умереть, чем погубить своё девство. Мысль таинственная как-то появилась, тут же в руки перешла, как карандаш. Вмиг кудряшки слов с бумагой сроднились, эту ценность на базаре не продашь. «Раньше было на машинке, а сегодня на компьютер. Набираешь и шлифуешь без ошибок. Ты как столпник протираешь сзади брюки. Современный дядя стульник, только хлипкий. Подгоняешь, сочленяешь и стираешь. Что-то лучше подвернулось поутру. Что-то лучше подвернулось поутру. Часто сутками и душит и терзает. Недозрелая не будет на перу. Охарашиваешь, бережно ласкаешь. Подправляешь, наряжаешь, так и эдак. Бездуховность выплет, маческая мирская. Хотя рифма есть, не кражу у соседа. Но с писанием, священным согласуя, растеребишь, как внебрачную невесту. Неизжачная словесность здесь горцует, а рабочая лошадка клину месит. С головы до самых дальних окончаний. Подгоняешь, понукаешь, боль зубная. Даже буковки, страдая, закачались. Так насилую я рифму и пинаю. Небо главное нигде не уклониться от того, что Бог открыл, запечатлел. И летят в полет при высплении мысли, воплощенные, но как бы и без тел. Критикую, осуждая, отвергаю. Знаменитости, их вычурность в туманах. Мыс чезолую, тяжелую во свете запрягаю. Нет изысканности, но и нет обмана. Кто осилит и откроет слово Божие? Указатель справа, доблестный защитник. Не пропустит мысль кудрявую, но с ложью. Критик мой рта не раскроет и не пикнет. 2003 год. Игнатий Тихнич Лапкин.